Музыка Во Всероссийском детском центре Океан состоялась смена ЛИП в будущее. Смену организовал благотворительный фонд «Система». Три недели ребята из 30 регионов России строили макет «Города будущего». А эксперты из МТС и ДВФУ рассказывали и показывали на практике, как работают умные технологии. Город будущего – это цифровой город. Значит, будут какие-то умные цифровые решения, умные здания, автомобили, что-то вообще новое, интересное. Мы как компания цифровая, мы тем более знаем, какие цифровые решения уже есть. А ваша задача в городе в будущем как раз придумать что-то новое, интересное, что-то, может быть, нереальное на сегодняшний взгляд, но в будущем как раз это уже будет наша реальность. Основные вещи, которые вы должны держать в голове, не думая про то, а какой должен быть город моей мечты, в котором я хочу жить в будущем. Он должен быть безопасный, он должен быть технологичный, инклюзивный, чтобы понимать под собой качество жизни для каждого человека, который в нем живет. И мы делаем вот эти все скверы и папки более цифровыми уже сегодня. Мы везде установили Wi-Fi по заказам, и везде у нас стоят умные камеры. Что сегодня может видеонаблюдение, нам расскажет мой коллега Михаил. Давайте пофантазируем, зачем нам нужно видеонаблюдение, какое оно нам даст преимущество, если мы будем говорить применительно к вашей теме, да, того городка, который вы строите. Камеры можно использовать на светофорах, чтобы, исходя из количества машин и пешеходов, регулировать соотношение между зеленым и красным для тех и иных сторон. Контроль безопасности на улицах. Можно, если кто-то что-то потерял, найти по камере и отдать это человеку. Видеоаналитика нужна как в современном городе, так и в доме. Можно поставить такое устройство, как видеоняня. Она будет транслировать все, что происходит в комнате. Что еще можем использовать? Можно еще проверять количество зайцев в автобусе, например, да? То есть мы четко знаем, сколько людей заплатили в автобусе. Ставятся камеры умные, которые считают людей. Поэтому мы очень хотим и ждем, чтобы в вашем городе будущего были какие-нибудь маленькие видеокамеры. Очень хочется от вас услышать новых идей. Мы возьмем себе на заметку и потом, может быть, даже в вашем городе где-то реализуем подобный сервис. Мы строим наш город будущего таким, как мы его видим, с применением новых технологий. Мы разрабатывали условия для проектирования, а ребята уже внедряют свои идеи касательно городских районов, планирования, зданий, архитектуры, малых форм. То есть они полностью являются теми, кто может организовать пространство города. У нас будут присутствовать элементы выращивания с помощью аквапоники, как вот здесь. Мы должны рассчитывать на то, что у нас мало площади на земле, поэтому с помощью аквапоники мы сможем выращивать в воде. Работа над этим проектом обучает детей пространственному мышлению, работа с материалами, с масштабом. Они учатся мыслить нестандартно, быстро воплощать свои идеи, также работать в команде. В свой дом я бы хотел внедрить новые источники электричества, которые могли бы обеспечить нас без экологических потерь. То, что я хотел бы видеть в будущем везде, я надеюсь, что так и будет. Наступило то самое число 9, когда мы должны представить друг другу проекты, которые на протяжении 4 дней делали на площадке Дальневосточного федерального университета и делали тот самый город будущего. Мы вам представляем наш проект «Патрулирование с помощью дронов», при помощи которого мы приблизились к реальности того, что их можно использовать в сфере безопасности. Мы рады вам представить наш проект «Имитацию ветрогенераторов». Наш проект называется «Препараты-кандидаты». Наша цель – сделать лекарство против опухоли и рака. Приветствую, дорогие гости и жители нашего прекрасного города будущего. В нашем городе развита транспортная сеть. Дороги – достаточно опасное место, и здесь мы решили создать умные светофоры, которые будут также с датчиками движения. При строительстве района мы опирались на безопасность, экологичность и многофункциональность. Основным источником энергии является гидроэлектростанция, которая построена на горной реке. И на крышах многих зданий у нас стоят солнечные батареи. Также на верхушках нашего гор находится ветрогенератор, который питает весь город электричеством. Мы решили также построить жилой комплекс у подножья горы. И важность технологий именно здесь раскрывается в том, что весь комплекс и горный, и у подножья будет подключен к системе умного дома. Будет разработано приложение для всех жителей района, которое будет позволять не только отправлять данные счетчиков, но также вызвать такси или осуществить доставку с помощью дрона. Потому что, знаете, в гору подниматься, чтобы заказать пиццу, ну, очень неудобно. Также у подножья горы у нас есть вокзал. Люди часто пользуются метро, и мы решили то, что немножко облегчить данный процесс. Поэтому будет биометрическая оплата билетов. Также будет установлен астопилотируемый транспорт с искусственным интеллектом и система отслеживания приближения транспорта. Я хочу просто вам сказать спасибо за очень структурированную подачу материала и очень четкий и грамотный подход к планированию. То есть все очень логично выстроено. И отдельное спасибо за инклюзивность и за мэрию в виде открытой книги и готовности сотрудничать с пролетариатом. Поэтому спасибо вам большое за презентацию. Я хочу поздравить вас с тем, что мы закончили этот проект и поблагодарить каждого, кто принимал в нем участие и оставил частичку себя в этом макете. На протяжении всей смены у нас было большое количество лекций, принесших нам очень большое количество знаний, которые, я уверен, каждый из нас сможет где-то использовать в своей жизни для достижения каких-то целей. Вы слились в одну замечательную команду, которая сегодня действительно способна менять мир. Огромное спасибо вам за ваш позитив, открытость. Надеюсь, что смена у вас круто состоялась. ЛИНТ В БУДУЩЕЕ! Субтитры работал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok